Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Обсудим один интересный для очень многих зрителей, подписчиков и канала Оли, и моего канала. Это момент регистрации брака Оли и Сафара. Очень многие в это не верят, и то же самое не верю я, лишь по той причине, что, слушайте, уже сколько раз задавали вопрос и просили показать свидетельство о браке. И если бы, ребят, это было правдой, Оля уже давным-давно бы показала, чтобы от нее все отцепились. Понятное дело, что там какие-то фамилии, даты, но где-то можно было какой-то бумажечкой прикрыть, либо пальчиком, да. Универсальным. Но Оля продолжает и дальше умалчивать, и теперь уже просто смешно, когда она говорит своим зрителям и своим подписчикам, а вы покажите свое свидетельство о браке. Ребят, на самом деле она даже путается в датах, сколько лет они вместе, сколько, когда они познакомились, и все приходит к тому, что Оля вышла замуж чуть ли не при жизни еще ее первого мужа. Знаете, это все выглядит настолько глупо, но я прочитала один комментарий у себя, что очень много нюансов существует для того, чтобы зарегистрировать брак с иностранцев, и я решила, слушайте, поискать информацию в интернете, почитать, что к чему, чтобы сделать для себя какие-то выводы, ну и понять, насколько это возможно и насколько это сложно. И вот такую информацию я нарыла за 22-й год, и давайте с вами вместе почитаем. Я надеюсь, видно хорошо, постаралась картинки, чтобы были более увеличены со статьи, скажем так, свежей статьи. Регистрация брака с гражданином Таджикистана в России за 22-й год. Брак с иностранным гражданином в РФ. По статистике РФ браки с иностранными гражданами очень высоки. Порядок оформления брака изложен в статье такой-то, такой-то Семейного кодекса Российской Федерации. Для того, чтобы заключить брак, необходимо соблюдать основные нормы законодательства. И к этим нормам относятся. Сейчас почитаем с вами, что же относится к этим нормам. Достижение брачного возраста – это есть. Обоюдное согласие – это тоже есть. Как же «Уралочка» откажется предоставить справку о том, что другого брака не существует? Тут вопрос, ребят. Так как по законодательству РФ многоженство в России запрещено. Ребят, я на самом деле не верю, что Сафар в Таджикистане разведен. Если все эти требования выполнены, можно заняться подготовкой пакета документов, необходимых для регистрации брака. Также требуется предоставить документ о том, что иностранный гражданин находится легально на территории РФ. Заявление на регистрацию брака рассматривается месяц, после чего происходит процедура регистрации. И вы знаете, вот как-то пункта о детях я не нашла. Думаю, что если есть дети, здесь еще все сложнее, ребят. Важно, процедура регистрации брака в Российской Федерации с иностранным гражданином должна быть зарегистрирована в стране проживания иностранного гражданина. Ну, здесь все понятно, и думаю, что Сафар долгое время работал в России, чтобы зарабатывать деньги для своей семьи, жены и детей. Ребят, здесь пункт, видимо, о детях просто упущен. Да я и думаю, что он не разведен со своей бывшей женой. Ну и далее. Документы, которые необходимы для регистрации брака с гражданином Таджикистана, подаются в ЗАГС лично. К этим документам относятся. Ну и перечень документов. Заявление на регистрацию брака. Документы, подтверждающие личность для иностранных граждан, необходимо перевод паспорта, заверенный нотариусом. Представляете? Да. Справка из консульства Таджикистана о том, что данный гражданин может вступить в брак. То есть он достиг брачного возраста и не имеет брака в Таджикистане. Вот это, ребят, главный пункт. Документы, которые подтверждают легальное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации, также необходимо предоставить квитанцию об оплате государственной пошлины. Государственная пошлина составляет 350 рублей. Больно как-то дешево. Вот бы побольше снимало государство за иностранцев, а то всего 350 рублей, ребят. Сумма, конечно, смешная. Ну ладно, это ерунда. Так, дальше. Важно, все документы, которые предоставляются иностранным гражданинам в ЗАГС, требуют перевода на русский язык и нотариального заверения. Вы представляете, сколько всякого геморроя. А у них это всё быстренько. Познакомились на сайте знакомств, да ещё и каком сайте знакомств, и быстренько-быстренько расписались, и пять лет уже живут, ребят. Я в шоке, я в шоке. Каждый раз сроки разные. Регистрация брака с иностранным гражданином осуществляется в любом ЗАГСе в Российской Федерации. Также можно заключить брак с иностранным гражданином в консульстве той страны, родом из которой является супруг-иностранец. Вот как, ребят, вот как. Многого я из этого всего не знала. Да вообще почти ничего не знала. Права и обязанности после регистрации, ребят. После того, как состоялась процедура регистрации брака, необходимо чёткое соблюдение всех норм и правил, указанных в Семейном кодексе РФ. В законодательстве чётко сформулировано следующее. После заключения брака права и обязанности супругов РФ регламентируется законами той страны, на территории которой они будут совместно проживать. Исходя из законодательства РФ, необходимо соблюдать законы РФ, если супруги проживают в России. Вот так вот. А Сафар у нас соблюдает другие законы. И мы с вами знаем, какие. Для чётко регулирования отношений может быть составлен брачный договор, в котором чётко прописываются все интересующие вопросы супругов, достигнутые во взаимном решении. Чаще всего это могут быть вопросы по поводу имущества, нажитого в браке и детей. Вот здесь, ребят, самое главное. И я думаю, невыгодно ему будет Оля, ежели она, значит, не даст ему согласия рассчитывать на имущество, которое, допустим, вот у них появится двухкомнатная квартира. Я не думаю, что Уралочка захочет подарить всё своё имущество таджикскому мужу. Ну, правда, ребят. Ну, значит, тут таблица выгода. В браке. Ну, и выгода здесь, наверное, это третья графа, да. При регистрации брака с иностранным гражданином можно получить гражданство по упрощённой системе. Ну, там трудовая деятельность и будущий ребёнок. Ну, трудовая деятельность – это такое себе, но будущий ребёнок – это, как бы, мне кажется, вообще исключено. Как мы видим, регистрация имеет ряд положительных моментов. Поэтому многие россияне желают заключить брак с иностранцами для своих же выгодных целей. Но перед тем, как заключить брак с иностранным гражданином, необходимо изучить законодательство, которое регулирует отношения с иностранными гражданами на территории Российской Федерации. Вот как-то так, ребят, это то, что я нарыла в интернете. И вот как вы думаете, ребят, сейчас, вот, как бы, прочитав всё это, да, есть ли у них законный брак или нет? Я почему-то думаю, что нет. Первое, они даже не знают дату своей регистрации, они запутываются, сколько лет они вместе. Ну, и самое главное – не хотят показывать свидетельства о браке. И, знаете, я уже говорила и повторюсь, что здесь такого? Закрыли там бумажечками, пальчиками прикрыли всё ненужное и показали. И, то бишь, закрыли бы всем рты. Ну, что тут такого? А я даже, ребят, представляете, ну, прям официально поздравлю их с бракосочетанием. Пусть поздно, но лучше, ребят, поздно, чем никогда. Правда, играть я не буду, не заслужили. Ребят, короче, у меня всё. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, своё мнение. А я, прежде чем с вами попрощаться, как всегда желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой – это самое главное. А также здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, мои хорошие, и своих близких. Обнимаю вас всех. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова